Всем привет, ребят! С вами Андрей. Итак, чем отличается модель онлайн-рабитраж и холлсейл, и по какой модели лучше всего начинать, если вы совсем новичок на Амазон? В этом видео, ребят, прямо сейчас, 10-12 минут, дайте мне вашего времени, я вам расскажу, где лучше начинать, по какой модели. Поговорим про плюсы и минусы, наверное, тоже немножко так скользко поговорим обо всем, да? Вот, еще раз, ребят, меня зовут Андрей Крейсберг, попали на мой YouTube-канал, подпишитесь, не забывайте это сделать прямо сейчас. Поставьте лайк, ребят, оформите подписку на мой канал, это очень важно. И элементарно, ребят, если вы еще не получили мой пошаговый гайд о заработке на Амазон, кстати, у меня вышел буквально на этой неделе новый гайд, это первое видео, где я сообщаю об этом, ребят. У меня новый, совершенно новый, крутой, уникальный 30-минутный пошаговый гайд для всех, для вас, обновленный, поэтому те гайды, которые у меня уже были, они я, естественно, убрал. Если вас интересует мой гайд, получите его, можно в комментариях прокомментировать слово гайд прямо сейчас, окей? А также, ребят, не стесняйтесь, пишите, откуда вы, с какой стороны вы смотрите и так далее, всегда рад услышать, прочитать новые комментарии. В общем, ребят, погнали, да? Какую модель стоит выбирать, если будете заниматься моделью, ну, если будете продавать, соответственно, на Амазон? Где лучше всего стартовать? Давайте для начала начнем с того, что вы должны ориентироваться, соответственно, ну, по бюджету. На ваш бюджет это вот самое главное, конечно же, вот наверняка вы, вот вы банальный новичок, и вы хотите просто вот стартовать на Амазон, вы хотите просто начать зарабатывать. Видите вот эти все цифры, которые мы там условно постим, видите результаты моих учеников и так далее. Кстати, насчет учеников, ребят, у меня есть программа FB Master на русском языке, если вас интересует, ссылочка будет внизу. Также обратите внимание на школу Амазон, также будет информация очень скоро, я про это пока не говорю, но ссылочки также внизу оставлю в описании, ребят, можете посмотреть. Там все будет про школу Амазон, моя новая интенсив программа на русском языке, кстати, будет тоже, да, поэтому как-то так, вот, но это на будущее. Вот, что касается Амазона, если вы начинаете, если вот вы хотите продавать на Амазон, что вам нужно в первую очередь понимать? То есть, чем больше вы тратите, соответственно, вашего бюджета на товары, тем больше, соответственно, вы и зарабатываете денег. То есть, ну, это все числа, это цифры, как бы ничего другого, да. Стартовать можно с 300-500 долларов без проблем. По какой модели можно стартовать с такого бюджета? Смотрите, сразу, если мы говорим про наарбитраж и холдсил, давайте первым делом я вам скажу, ну, в чем разница. Наверняка вы знаете, в чем разница, соответственно, вы, наверное, уже смотрите это видео, видео имеете уже понятие, как Амазон работает и так далее, да. Наарбитраж банально, где мы покупаем товары, мы берем, покупаем товары онлайн-ритейн-магазинов, да, то есть там Walmart, там Kohl's, не знаю, там Blaine's Farm & Fleet, там Barnes & Noble в Америке, в Англии это Argos, там, не знаю, Smaves Toys, Boots, CLC и так далее. То есть это мы когда берем и делаем флиппинг с ритейн-магазинов, онлайн-арбитраж это банальный флиппинг с онлайн-ритейн-магазинов. Холлсил, опт, это когда мы закупаемся уже напрямую у дистрибьюторов, оптовиков, в этом, собственно, вся разница есть, да. Холлсил немножко сложнее начать, я сейчас объясню почему, то есть смотрите это видео до конца, ребята, это очень важно. Вот, про онлайн-арбитраж, еще раз говорю, если вы начинаете, давайте отталкиваться от бюджета, если вы начинаете с минимальным бюджетом, если у вас немного бюджета, если у вас минимальные инвестиции, то онлайн-арбитраж это оптимальная модель для вас, потому что там можно закупать у онлайн-магазинов, там, в количестве, там, 50-100 долларов, 200 долларов можно ходить, опять же, делать ордера. Можно, ну, закупать товары абсолютно с минимальной стоимостью, минимальной корзиной, потому что нет так называемого порога входа. При опте, при холлсиле, все-таки оптовики попросят вам, ну, запросят у вас минимальность закупки, там, количество 500 долларов, 1000 долларов на их сайте и так далее. То есть тут, как бы, вам нужно больше средств, вы должны это понимать, это первое разделение, да, что касается на арбитраж и холлсиле, да. Что касается, второй пункт такой, сразу хочу отсидеть быстренько, многие меня спрашивают, многие говорят, Андрей, а что прибыльнее, какая модель прибыльнее? Ну, опять же, маржинальность и ROI плюс-минус одинаковые там и там. Вы должны понимать, что товары, которые вы будете находить по модели ананарбитраж, вы их не сможете, допустим, найти по модели опт, холлсил, да, и висаверсо, то есть наоборот все, понимаете? То есть там в опте вы сможете ходить такие линии, которые вы не сможете закупить у ритейлов и так далее. То есть тут все по-разному, ребят, на самом деле можно делать очень хорошую прибыль, занимаясь ритейл-арбитражом, это когда физически ищите товары в магазинах, если вы локально живете, там, не знаю, там, в Walmart ходите физически, если вы в Америке живете, либо если вы в Англии живете и ходите в локальные физические магазины. То есть вы должны понимать, что огромный ROI, огромные деньги можно заработать и в ритейл-арбитраже, хорошую прибыль можно иметь и в ананарбитраже, естественно, и в опте. И процент плюс-минус одинаковый, потому что процент как бы, ну, он следует за рынком. То есть как вот рынок себя ведет, так в среднем примерно маржинальность, там я уже говорил, от 10-20%, ROI от 15-30% в среднем, да? Мы не говорим про другие какие-то модели, там есть модель та же самая Private Label, которую я настоятельно рекомендую делать, кстати, ребят, я про это часто говорю. У меня есть отдельное видео на этом, на моем канале, естественно, про Private Label, можете посмотреть в правом верхнем углу, будет подсказка в описании. Поэтому как-то так, то есть поражинальность, вам понятно. По сумме инвестиций, с которых вы можете начинать, вам тоже все сейчас понятно. Дальше, третий момент, третий аспект, на который нужно обращать внимание, это порог входа, сложность входа в ту или иную модель. Что нужно для того, чтобы начать заниматься лонарбитражом и что нужно для того, чтобы начать заниматься моделью Wholesale Opt, да? В лонарбитража нужно просто индивидуальный аккаунт на Америке. В Англии, там, условно, у вас так и так попросят зарегистрироваться на SolTrader, либо на компанию и так далее, да? То есть, ну, банально вы можете быть SolTrader, заниматься лонарбитражом. Вам не нужно создавать аккаунты с оптовиками, вам не нужно искать, опять же, контакты, вам не нужно звонить никуда. Вы просто берете, делаете шоппинг-аккаунт у онлайн-ретейлера и просто начинаете закупать. И, в принципе, все просто. То есть, эта модель, она максимально проста. Мне максимально простой порог входа, то есть, вам не нужно ничего делать. И вы просто берете и, естественно, начинаете зарабатывать. То есть, в принципе, ничего больше делать не надо, да? В опте нужно проделать пару шагов дополнительных. То есть, создать компанию. В Америке это нужно LLC сделать, там, ну, LLC. Может, сделать там C-Corp, S-Corp, ну, в общем, какую-то компанию, да? Какое-то там уже, как вы это уже зарегистрируете, это уже ваше дело. То есть, можно зарегистрироваться. Потом нужно будет, так сказать, obtain. Можно будет, нужно будет заполучить Resale Certificate, Resale License. Это лицензия перепродавца в Америке, да? Чтобы, соответственно, делать аккаунты с оптовиками. Иначе они просто с вами банально не будут работать. В Англии, опять же, компания тоже желательно. Ватт номер можно получить. Вот дополнительные какие-то шаги. И, конечно же, находить товары оптовиков сложнее, чем делать это там у онлайн-ритейн-магазинов. Просто потому, что это сложнее делать, да? То есть, сложнее находить хороших оптовиков. Сложнее находить хорошие товары. И это самая такая главная проблема у всех тех, кто хочет перейти с арбитража в опт. В арбитраже есть свои минусы. Сейчас мы про них поговорим буквально через минуту, да? Вот. И, конечно, есть плюсы свои в опте, да? То есть, в опте сложно с ней начать. Нужно пару дополнительных шагов сделать и так далее. Нужно больше бюджета. Вы должны это понимать, да? Вот. И, конечно же, находить сложнее товар. Сложнее находить оптовиков и так далее. То есть, ребят, мы решаем за вас эту проблему. У меня есть сервис. Называется База оптовиков. Ссылочка также будет внизу, ребят, в описании. У меня также есть видео про базу оптовиков. Можете посмотреть в правом верхнем углу. Вот. У меня есть сервис Amazon Automation. Amazon Automat подключите. Мы где-то предоставляем свою базу оптовиков. Плюс подписку на оптовые сделки после того, как вы платили или на разовый платеж на доступ на базу оптовиков. И в Англии, и в Америке. То есть, все проблемы мы за вас решаем, в принципе, за один платеж. Ну, вот. Если кому-то вдруг интересно, кто-то не хочет, что искать, там, хочет на блюдечке получить и так далее. Вот. Так что порог входа, сложность, вы понимаете, да? Что касается дальше, о чем мы еще забыли с вами поговорить. В Аналарбитраже, конечно же, так, про маржинацию поговорили, про порог входа поговорили. Что касается ведения самого бизнеса. Аналарбитраж – такая модель, где вы постоянно должны будете искать товары. Потому что, скорее всего, в 80-90% случаев вы не сможете перезаказать тот товар по той же самой цене, по которой вы его уже купили. В холлселе, в модели опта, это наоборот. То есть, пропорционально 10% там вы не сможете закупить, 90% сможете закупить по такой же цене, потому что вы закупаете оптом. Вы покупаете все из дистрибьюции, у них эти линейки товаров. И вы можете постоянно делать, так сказать, replenish. Replenish – это значит перезакупать на английском языке. Соответственно, да, вы сможете перезакупать товар и постоянно его брать и, соответственно, перепродавать на вашем магазине. Соответственно, такой бизнес намного проще может уберить и ставить на автопилот. Плюс, соответственно, вам нужно будет больше ассистентов. Ребята, кстати, если информация полезна, пожалуйста, палец вверх поставьте прямо сейчас. Не забывайте прокомментировать слово guide. Так что, чтобы получить пошаговый guide, ребят, где я визуально показываю вам, соответственно, на видео, на своем собственном примере, как заниматься бизнесом на Amazon. Бесплатный guide, 30-минутный. Комментируйте слово guide прямо сейчас, ребят, я вам его обязательно отправлю. Это новый guide, чтобы вы понимали. Вы наверняка его не видели еще, даже если вы подписчик уже со стажем на моем канале, да. Вот, ребят, кстати, в скором времени буду, так сказать, учащать свои выходы своих роликов на разные темы. Буду стараться клавить хотя бы по 2-3 ролика в неделю, так что следите, подписывайтесь, ребят, и включайте свои notifications, по-русски это будет уведомление, да. Вот, поэтому в арбитраже, да, сложнее немножко все, больше нужно ковыряться, и, конечно же, нужно ставить все на автопилот максимально быстро. Что я имею в виду, это нанимание о виртуальных ассистентах. Ассистенты просто необходимы, это то, чему я обучаю в своем обучении, это то, что я рекомендую делать. Без ассистента вы просто не сможете вести этот бизнес именно на должном уровне. Да, вы можете зарабатывать там, не знаю, 500, 1000, 2000 долларов в месяц прибыли, делая все самим, но, опять же, вы будете тратить свое драгоценное время на это. Сами понимаете, время у нас это деньги, время это самый ценный ресурс, ценный актив. Соответственно, ну, лучше все брать и масштабировать максимально быстрее. В оптим модели, в холлсейле тоже нужно брать виртуальных ассистентов, тоже нужно масштабировать, тоже нужно делать все на аутсорс. Ну, там немножко проще, потому что вот вы нашли одного оптовика, да, вы взяли, условно попался вам хороший оптовик, да, что довольно-таки сложно сделать, да, найти хороший оптовик. Опять же, 3-4 оптовика будут вам делать всю вашу картину, то есть, вы понимаете, да. В арбитражере вы можете использовать там 23 из разных магазинов. В опте там 2-3 поставщика, все, круто у вас все есть, вам не нужно париться о товарах и так далее, да. То есть, у вас есть оптовик, он вам выдал прайс-листок, хороший товар там и так далее. Вы можете просто брать и перезакупать ту линейку товаров. Не нужно искать новые товары постоянно, соответственно, вы можете, в принципе, сами все это делать, намного меньше времени занимает, чем заниматься тем же арбитражом. Как-то так. Поэтому, ребят, ну, выбирайте сами, что вам по душе, что вы хотите делать, онлайн-арбитраж либо опт, какой у вас бюджет, про маржу мы поговорили, насколько вы хотите заморачиваться. Опять же, заморачиваться, что надо заморачиваться? Открыть компанию, я советую открыть компанию так и так, потому что он поможет, компания вам в Америке в той же самой, да, в Америке лучше всего открывать Амазон аккаунт, продавать в Америке. То есть 95% аудитории, которые меня сейчас смотрят, скорее всего будут продавать в США. Я это рекомендую делать, только если там, условно, вы в Англии, вы можете продавать в Англии. И то много англичан, много людей с Англии, которые меня фолловят, которые меня за мной следят, они также продают на американском маркетплейсе, на американском Амазон. Так вот, если вы продаете на Америке, вы даже занимаетесь онлайн-арбитражом, стоит открыть компанию. Стоит открыть компанию и сделать, не надо же реселс-сертиплика, сделать компанию, сделать бизнес-wise. Вы это можете сделать через нас под ключ. Ссылки я также внизу, ребята, оставлю, можете мне написать аккаунт под ключ и так далее. Мы сделаем все за вас, компанию, LLC откроем вам. Будете вести удаленно бизнес и, соответственно, ну, опять же, мы берем недорого, мы делаем все максимально быстро, качественно, красиво, оперативно, со всеми документами, в том числе с реселс-сертипликом, который потом можете использовать для введения опта. Поэтому у вас все будут, у вас будет платеж, у вас будет компания, которая будет вам помогать закупать у тех же онлайн-ритейлеров, потому что многие онлайн-ритейлеры отменяют заказы, если у вас не американский билинг-адрес, чтобы вы понимали. Поэтому как-то так, ребята, это, ну, вы убьете двух зайцев одним выстрелом. Поэтому, да, арбитраж, да, делайте компанию, переходите потом на опт, когда вы немножко вырастите, когда у вас немножко будет больше капитала и так далее. Это мой вам совет, ребята, двигайтесь именно в таком направлении. В принципе, все, ребята, еще раз всем спасибо, кто смотрел. Пожалуйста, подпишитесь на этот канал, это очень важно, ребята, для продвижения. Лайк поставьте, если информация была полезна. Я думаю, я все уточнил, если что-то вдруг не забыл упомянуть, таки максимально, максимально все, мне кажется, уточнил вот в этом видео, что приходит первым делом на ум про две модели, если сравнивать их, конечно же, да. Есть там всякие-то моменты и так далее, там отменяют там заказы, там онлайн-ритейлеры, да, там в опте сложных теоптовиков, но про это я уже поговорил, ребят, есть какие-то свои сложности, которые можно обойти, и все можно сделать абсолютно грамотно, ребят. Более точечно, у меня все есть в обучении и так далее, там поддержка есть и так далее. В общем, FBA Master и программа, ссылочка вот внизу в описании, ребят, если вдруг интересно обучаться у меня лично, пожалуйста, милости просим. Ссылочка вот внизу. Все мои ссылочки внизу, ребят, телеграм-канал обязательно, комментируйте слово «гай» прямо сейчас и не забывайте подписываться на канал. Это очень важно, ребят, и уже тогда до следующих видео. Кстати, ребят, вы заметили новый формат моих видео на канале в формате «шортс»? Сейчас стал выкладывать, надеюсь, вы смотрите, поэтому не поленитесь перейти на мой канал. Из-за тем, как я делаю «шортс», там много полезных маленьких видео с разной информацией, разные типсы дополнительные для вас в коротком формате до одной минуты. Как так, ребят, пока что так миксую, пока время особо нету вкладывать большие ролики, но большие ролики тоже буду выкладывать побольше, почаще, ближе к концу месяца. Это вот запланировано у меня, вот так вот для вас. А так пока что там одно-два в неделю, как вот получается. Все, ребят, всем спасибо еще раз и тогда уже до следующего видео на канале. Всем пока!